приветствую всех салам всем слушателям подписчикам как вы все знаете недавно в грузии произошла инцидент будем так называть армяне захотели установить хачкар свой хачкар на территории перед грузинской церкви но грузинская власть полиция помещала этому это дело не получилось пока не мере так нам сообщили говорили показывали прессы телеканалы очевидцы и так далее и тому подобное но это все уранье вы все все сегодня услышите всю правду об этом я знаю правду потому что у меня источники самые правдливые правдивые достоверные источники так люди называют такие источники вот у меня такие достоверные источники потому что я очень часто пользуюсь армянскими источниками поэтому я всегда говорю прав потому что у меня вот такой лозунг нет правда кроме правда армянской правды так вот слушайте как все это было о том что говорят что это хотели сделать армяне хотели установить хачкар на территории грузинской церкви и так далее и тому подобное это все как я уже говорил вранье вранье дело было так группа азербайджанцев выдававшие себя за армян взяли хачкар хотели установить перед грузинской церкви переодевшие формы грузинской полиции азербайджанцы помещали тем другим азербайджанцам этого сделать потом другая группа азербайджанцы которые выдавали себя за армян забросали камнями грузинских полицейские автомобили их них повредили и так далее и тому подобное все это было провокация со стороны азербайджанцев конечно же пресс тут есть след турков турции армяне как всегда тут вообще ни при чем просто вот эти азербайджанцы которые есть очень плохие плохие азербайджанцы хотят поссорить армян с грузинами и турки тоже хотят а вот многострадальные армяне мирные гуманные армяне этого вовсе не хотят зачем им нужно было устанавливать хачкар на территории грузинской церкви зачем это нам им надо вот подумать да не зачем вообще они такими делами никогда не занимались армяне никогда поэтому говорю что ту информацию которую нам сливали это все неправда правда состоит совсем другом я уже отметил что я свои информации беру именно из армянских источников и поэтому делаю такие выводы поэтому и всегда мне говорят ты всегда правду говоришь я говорю что этому есть причина потому что я говорю то что я говорю это беру из армянских источников а там всегда правда истинно вот и в этом случае есть множество источников откуда можно брать факт да армянские источники вот один из них такой я хочу вот вас ознакомить вот тут много чего написано вот самые главные моменты есть такой торасян он вот кем заявляется депутат парламента армении от республиканской партии армении руководитель земляческого союза джафахак это джахавете грузинская провинция ширак торасян вот что наш друг писал по этому поводу говорил очевидно ухудшение 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 армян грузинских отношений является стратегическим интересом азербайджана потому что в этом случае проблемам получит не только армения но и грузия окажется в зависимости от азербайджана вот он так доносит до людей и объясняет причину этого инцидента в грузии дальше он продолжает нет сомнения в том что бенефициаром такого ухудшения является и турция это связано с формированием армян грузинского хребета который может кардинально изменить логику и механизм безопасности кавказской системы понимаете вот поэтому я и рассказывал как азербайджанцы выдавали себя за армян взяли хачкару пошли грузинской церковь чтобы там их устанавливать понимая что это провокация это может поссорить армяне грузинами потом они переоделись в форму грузинской полиции начали помещать этому потом те же азербайджанцы которые выдавали себя за армян начали закидывать то есть провокации специально это делают азербайджанцы вот о чем говорит тусаян опять же армяне большими причем вот например я хочу вас ознакомить вот таких переписок очень много я просто на первую первое что попался да вот вот что армяне между собой фейсбуке это скрин пишут между собой например если про грузин про грузию если одна нация пять раз меняла веру чтобы можете ждать от них это якобы вот грузины меняли свою веру пять раз кстати они про азербайджанцев то же самое пишут нет мы на один раз меньше меня мы четыре раза меня свою веру когда каким образом это неизвестно только это армянам известно потому что там только правда только истина дальше другой пишут пишет и до эдуард симоньян было бы странно если бы грузины признали это проник про геноцид уже пишет скоро скорее медведь научиться летать чем грузины признают геноцид вспомните как тяжелые в тяжелые для армении времена дружественные кавычках грузины вошли вошли в ванадзор а после того как дро разгромил их войска и вошел в тиблиси они стали армянам много целовать и клятся вечной дружбой знаете он про какую историю тут пишет 1918 года когда армяне напали на юг рози помните да это войнушку кстати просто для интереса кто не знает не в курсе об этом пробейте в поиск и в ютубе может это сделать просто война между грузинами и армями 1918 год вот примерно вот такой такую фразу напишите и там выйдет вот один очень хороший документальный фильм 30 40 минутный по моему там этих об этих событиях очень подробно написано как все это было прошло то не так долго много времени даже если поискать еще живые свидетели этих событий кто как где почему все это значит начали да а нет уже перевернули историю так якобы грузины напали на армию про дрот тут пишет про то то дрогну фашистский генерал помните да дроне джекар и ген которые служили в годы великой отечественной войны гитлеру дослужили до генералской звание у них сейчас памятники стоят в центре и равана вот про то вот дро пишет дальше армен багдасаров пишет грузин национальность появились появились от слова груз они любят когда все за них другая нация грузин это остатки турков скорее всего вот и поэтому они не признают боятся турков и азыров дальше пишет армянка начинается тут оскорбление урода другой пишет грузины предатели грузины позор христиан и тут один момент хочу я почему я это все прочитал на самом деле такие высказывания очень много один момент очень важный момент все люди которые все это пишут они не армяне поймите армяне не такие это те самые же азербайджанцы которые выдают себя за армян и пишут такие вещи поверьте 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 это факт армянский факт хочу еще кое-что вам показать например вот эту штучку да вот эту картинку видите флажки слева сверху слева написано арцог да это флаг нагорного карабаха оккупирован дальше идет справа сверху джафахк джаховец это юг грузии да тоже есть уже флаг дальше нахчеван это уже тоже территория азербайджан есть свой флаг армянской всех флаги потом западная армения это уже турция тут нету только на территории флаг на территорию ирана потому что они ирана очень боятся это единственная там дорожка к жизни поэтому пока туда территориальные претензии армяне не озвучивают очень сильно этого бояться это во первых во вторых иран как известно союзник россии поэтому из случае чего кремль даст по башке кое-кому что ты там гавкаешь какие претензии моему союзнику по истории союзник вот эти картинки это не армяне нет это это азербайджанцы делают специально делают выдают армян за оккупантов агрессоров за сепаратистов за террористов потому что тут явно видно они планируют даже флаг да есть захватить нападать на своих соседей понимать вот это вот эта фотография эта картинка это не означает армяне не такие что ни в коем случае у них даже у них даже фантазия такого нету они даже думать об этом не думают чтобы часть территории грузии считать своими часть территории азербайджана турции там ирана и так далее там считать свои территории никогда не об этом даже не говорят а вот эти злые азербайджанцы плохие подли вот эти озера азературки все это делают от имени армян вы помните батальон баграм ян в абхазии которые участвовали участвовали войне против грузин в этом батальоне ни одного армянина не был они все были азера азературки убивали выселяли грузин из территории абхазии осетии и так далее и тому подобное там не было в этом батальоне армян не все они были как я уже говорил вот эти плохие злые озера делали все от имени армянского народа чтобы поссорить армян с грузинами понимаете в истории таких моментов очень много вот например вот эта карабахская война да с чего началось конечно сумгаида до сумгаида ничего подобного не было все началось сумгаида когда начались эти погромы против мирных армян которые проживали сумгаете а до этого ничего не было понимаете вот такая армянская правда армянская логика сумгаете беженцы азербайджанцы из армии внимательно слушайте беженцы азербайджанцы из армении которых выгоняли из своих домов сумгаете устроили погроме погромы против армян и тут же возникает вопрос причем тут бедные армяне но выгнали кого-то откуда-то изгнали кого-то откуда-то тут причем тут армяне я же говорю я все это беру из армянских источников потому что я верю доверяю всем этим источникам я хочу что я просто хочу знаете чтобы вы поняли логику да вот мышление армянское мышление как они все все это думают когда говорят такие вещи о чем они думают как они разъясняют все это понимаете как получается вот в этой в этом вот этот момент смотрите все это началось любого армянина спроси с чего все это началось между азербайджанцами армянами карабахский конфликт и так далее они в один голос все скажут сумга это сумга эти на тот момент были десятки тысяч тысячами семей десятки тысяч беженцев азербайджанцев которые были уже изгнаны из армении а все началось сумга это понимаете а изгнали азербайджанцев из армении знаете почему все говорят что вот первые митинги начались в яроване в карабахе начали армянин митинг митинг митинговать кричать орать там мяцом мяцом то есть воссоединение туда и сюда да это все ложь первые митинги первые вот эти все дела начали вот эти азербайджанцы в армении там проживала на тот момент более двухсот тысяч азербайджанцев вот они выходили на улице ярована митинговали крещали орали мяцом мяцом чтобы ированское ханство вышло из состава армении и вошла в состав азербайджана азербайджанцы начали там заниматься сепаратизмом на территории армянской ссср да митинговать устраивать какие-то акции провокации взорвали автобусы с мирными жителями армянской национальности все это делали азербайджанцы до сумга это еще вот поэтому их оттуда изгнали а то что говорят на самом деле да что это нет это это армяне начали митинговать первые митинги это из армении были первые беженцы беженцы это все ложь читать армянские источники вся правда там ребят из факты документальные факты что вот эти 80-е годы восемьдесят шестой тысяча девятьсот восемьдесят шестой седьмой восьмые годы да вот эти годы были взорваны десятки автобусов с азербайджанцами и на территории азербайджана и нет на территории грузии были эти теракты кто виноват и там погибали много азербайджанцев можно вот найти посмотреть сколько таких десятки случаев были я не говорю еще о взрывах поездов метро в боку которых взорвали да кто виноват что в этих автобусах погибали азербайджанцы конечно сами азербайджанцы кто их просил ездить в этих автобусах кто армяне тут ни при чем были я вам честно говорю понимаете таких моментов в истории очень много можно там вспоминать и говорить везде очерняют армянский народ везде делают виноваты армян то же самое что когда их депортировали из Турции из Османской империи за что вообще не за что 500 600 лет армяне жили в Османской империи все нормально и вдруг в один прекрасный момент взяли и начали депортировать армян вообще не за что вот читайте армянских источников вообще не за что а единственная причина там есть турки завидовали армянам а а вот завидовали поэтому начали их там депортировать мало того что еще вырезать убивать 600 лет не трогали вдруг начали потому что вдруг начали завидовать вообще не за что армяне ни при чем были да говорят там пишут разные источники что армяне армяне предали Османской империи их начали вооружать страна Антанты Англия Франция Царская Россия и они начали устраивать теракт терроризм на территории Османской империи начали убивать мирных жителей женщин детей в селах в Турции да и поэтому турки начали их депортировать все это ложь все это ложь правду читайте только в армянских источниках остальные источники знаете это нефтодоллары армян оливская пропаганда азер агитпро и так далее и тому подобное другие ничего не читайте если вы почитали что-то что-то такого рода армянских американских европейских источников да что-то против не в интересах армении армян знаете все это азерагитпром нефтедоллары вся правда в армянской СМИ как и в этом случае да случай в Грузии эти плохие азербайджанцы взяли хачкар и хотели установить на территории грузинской церкви чтобы потом армяне считали эту церковь своими начали свои претензии они же там коренные а грузины что там 5-10 раз меняли свою веру они это задание кочевники кстати пишут знакомые нам слова азербайджанцы очень знакомые те же слова которые пишут там трындят вот озера кочевники понаехали а вот это армяне коренные жители и так далее сейчас про грузин 5 раз 4 раз веру поменяли откуда-то пришли их Сталин придумал выдумал такой нации как грузин нету и так далее и тому подобное нет все это не армяне говорят это все вот эти вот эти вот эти азеритурки говорят и делают так вот вы коротко услышали правду об инциденте инциденте которая произошла в грузии но бросим шутку юмор в сторону иронию все это да я пару слов хочу сказать гражданам грузии армянской национальности это своего рода обращение дорогие дорогие наши соседи граждане грузии армянской национальности такие же армяне граждане азербайджана жили и на территории азербайджана и до сих пор часть из них остались в нагорном карабахе а раньше они жили в Бакуе в Генжее в Сангаите они были армянами и как они жили вы все прекрасно знаете армяне в азербайджане жили намного лучше чем армяне в Армении этого даже они сами отрицать не могут грузинские армяне грузинские сегодня и до этого и прошлые годы и сегодня да вы армяне в Грузии живете лучше чем армяне в Армении запомните этот момент этот факт я борюсь не с армянским народом а армянством и вашими диаспорами если вы пойдете за ними и будете устраивать такого такого рода провокации на территории Грузии вы тоже станете беженцами такими же как и например бакинские армяне сумбоедские армяне генжинские армяне это стопроцентно так будет они жили у нас очень хорошо нормально мы жили с ними как одна семья но их подставили ваше армянство идеологи ваши подставили и они сами пошли на поводу своим своему армянству начали слушать свою диаспору и стали и шуртвацами запомните один факт который произойдет с вами если вы пойдете за армянством за диаспорами решительно решитесь на это на территории Грузии то заранее выбирайте себе место проживания в каких-то других странах потому что Армения вас не примет так же как и не принимала беженцев армян из Азербайджана вас тоже не примут по нескольким причинам это во первых во вторых заранее придумайте себе кличку я не знаю как в наши дни вас называют ированские армяне ваше армянство как вас называют ну те армяне которые проживали на территории Азербайджана сегодня они стали не армянами они перевертыши да шутфатцы настоящие армяне которые себя называют настоящими армянами называют их шутфатцами перевертышами вот такого рода кличку и себе подготовьте потому что то что вы сделаете то что нужно вашему армянству да начать провокации начать горячую точку открыть еще одну горячую точку на Гавказе на территории Грузии после чего вы станете беженцами вы станете уже ненужными нафиг вы будете нужны из Тебелесии из других регионов вас грузины начнут выгонять это стопроцентно как это было в Азербайджане и это естественный процесс вы это заслужить заслужите потому что предавать страну где ты проживаешь нельзя это предательство вот вы предали Османскую империю вас выгнали вы предали и Азербайджан вас выгнали вы предадите Грузию вас выгонят вы станете такими же беженцами цыганами по всему миру как и остальные армяне из десяти миллионов армян в мире всего пара миллион живут в Армении где остальные правильно цыгане поэтому подумайте вас никто не трогает вы живете в Грузии имеете столько же права сколько и сами грузины вы не живете лучше не хуже самих грузин помните вспомнился фраза в фильме Иван Васильевич меняет профессию да по-моему в этом фильме прекрасный фильм когда царь говорит что тебе еще нужно собака действительно что вам еще нужно что вам еще нужно в принципе вам простому народу ничего не нужно нужна вам стабильность стабильность спокойная жизнь и мир а вот вашему армянству и диаспору все время нужна нужны комители конфликты потому что не будут таких комитет конфликтов они деньги с вас собрать не смогут в диаспору вы же все все отстегиваете туда для чего нужна же идея идеология то есть вот вам внедряют в вашу башку что была когда-то великая армения вот мы делаем все работаем чтобы восстановить вот эту великую армению а для этого что нужно для этого нужны бабки драмы доллары давайте 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 money money давайте они сами хорошо живут отлично живут диаспорство да вот диаспорство диаспора армянская диаспора в других странах они живут отлично им наплевать на армию ну это же реально никто из них никогда даже у них планов нету чтобы вернуться жить в армии ах как они дерутся за армению это ужас якобы они так переживают как любят армению все делают для армении нет они это все видимость для того чтобы собрать бабки из тех армян которые проживают в других странах и работают например в россии там асфальтовокладчиками и с них давайте бабки бабки на диаспору без этих бабок они хорошо не жили бы так вот я думаю вы услышали и поняли что я хочу до вас донести если коротко еще раз скажу если вы начнете все этот канитель на территории Грузии то заранее готовьте себя в место жительства в других странах как беженцы и конечно же кличку прозвищу потому что такое прозвище вам дадут ваши настоящие армяне как и дали бакинским армянам они стали шутвацами а карабахских армян они называют карабахскими ишаками и для себя выберите какую-нибудь ласковую знаете грузинские собачки например я не знаю как это будет по-армянски грузинские переведыши ну выберите потому что вас будут так и называться а во всем в этом я не скрою мы азербайджанцы поможем грузинам это даже не вопрос потому что мы во-первых у нас есть свои интересы нам не нужен соседной стране еще одна горячая точка еще один арцог как у нашим в карабахе мы этого не хотим мы будем делать все чтобы такого не было а во-вторых мы очень хорошо дружно живем с грузинами и между нашими властями хорошие отношения на государственном уровне а самое главное между нашими народами нет практически никаких конфликтов такого большого масштаба разногласий претензий нет мы очень хорошие соседи а соседи должны помогать друг другу и мы поможем в случае чего поставит вас на место поэтому думайте думайте над моими словами дорогие граждане грузии армянской национальности и все будет хорошо прошло